Встреча с Аэропортом Один танк уничтожен После боя военные корреспонденты Министерства обороны Донецкой Народной Республики наблюдали, как увозят раненых ополченцев и, к сожалению, одного двухсотого. Примерно в это же время была произведена ротация с нашей стороны. В следующие сутки по аэропорту и прилегающей территории в отместку били из РСЗО. Командиры Сомали и Спарта, Гиви и Моторола, по привычке уже не обращают на это внимания. Лишь изредка кричат на бегающих вокруг журналистов, чтобы прятались в безопасное место. А сами равнодушно пьют чай под свист минометов. Когда ты вырос с горячей водой, то не хочется ее потерять. В перерывах нам удалось пообщаться. Скажите, пожалуйста, сколько процентов аэропорта сейчас уже в руках ополченцев? 99,9 или, как бы я подумал, 125. И почему этот аэропорт так важен за ополченцами? Потому что вот отсюда и стреляют, и стреляли украинские войска или почему? Чем мы дальше отгоним их от аэропорта, тем более люди в такой не жить. Поэтому так важно. Как вы думаете, когда будет окончание боевых действий? Когда будет освоить авиас-аэропорт и Авдеевка? Ну, Авдеевка – это дело времени. Будем ждать приказ министра обороны и главнокомандующего для наступления. Мы в данный момент выполняем Минский договор, в отличие от украинских властей. Поэтому мы стоим на месте. Было бы не было в этом Минского договора, я бы уже где-то был под Славянском. Ну, а Минский договор предусматривает и перемирие, вот здесь нет перемирия. Ну, правильно, потому что вы сами просто видите, что по нам стреляли, а не мы стреляли. Мы отрабатываем зачистку, но и больше. Каждый день появляется, например, вчера у нас было два прорыва, попытки прорыва за кирпо-аэропорт с отройной украинских властей. Это прорыв производился с отройной поселка Вадима и с отройной поселка Олимпецкий. Вот эти две атаки были удачно биты. Уничтожено шесть единиц техники. Отпады из этих шести, одна единица успела уйти в Гоштин. Ну, повредили просто, не уничтожили, к сожалению. Расскажите, пожалуйста, вы сказали, что вы родились в Иловайске. Мы снимали Иловайске сразу после окончания боевых действий. А вы воевали в Иловайске, вы освободили Иловайске или как там? Да, Иловайске вначале защищали мы. Моя рота, мое подразделение, но к нам присоединились в Моторолы. Мы две недели удерживали атаки. После этого перешли наступление, зажали их, взяли в окружение. Очистили город Иловайск, делали зачистку. И потом переначали продвигаться дальше, вот так и внизу. Оборудка. Гиби, а можно сказать, что вы здесь нуждаетесь в людях, в бойцах? У вас достаточно? У нас достаточно достойных людей, люди достойные, которые действительно могут все, они и все. Но самое главное, что они уверены в себе, уверены в командовании. Это очень важно. Поверьте моим словам, мы смотрели не герои, а военные, скажи еще. Герои – это наши люди на передовых, наши артиллеристы, наши минометчики, наши пулеметчики. Скоро будет зима, у вас есть сейчас одежда за зиму, а вы, ваше возрастление, хорошо приготовлено за зимские условия. Да, мы готовы. Мы готовы встречать зиму, и весну, и лето, но все равно. Война будет продолжаться столько, сколько и должна продолжаться, пока мы не очистим Донецкую Народную Республику от нацистов. Еще вопрос в продолжении моей темы. На этот раз мне удалось выехать на полосу в сопровождении Гиви и его бойцов и посмотреть на все происходящее своими глазами. А где танк, вонючий, который катается? Он находится за новым терминалом. Он сюда даже не показывается. А ну, вот новый терминал, покажи, где он ориентируется. Я ориентируюсь, вот новый терминал. Давайте я суть чувствую. Да подожди, стой, блядь. Здорово. Этот, смотри, вот там новый терминал, он вот так идет, новый терминал, вот сюда старый терминал, вот этот переход, вот он идет. Он, сука, вот здесь где-то катается. Вот здесь вышка, вот здесь за новым терминалом, да? Да, вот здесь, возле вышки. Он к нам не выезжает вообще. Да, по идее, вот с той стороны хорошо должна быть видеть. Да, да, да. Ну да, на, молодой, иди добей, добей. Маньяк. Сказать, что было страшно, не могу. Нет. До того момента, пока на обратном пути машина не заглохла посреди аэропорта. Знаете, надо приостановить. Стой, стой. Ну, приостанови. Вот тут. Вот здесь эту машину, заныкайся. Буквально на минуту. Сука! Сука ты. Заглох. Теперь 4 минуты ждать. Открой дверь, пожалуйста. В смысле 4 минуты ждать? 4 минуты, он не заводится теперь. К моменту возвращения на позиции вблизи аэропорта нас вновь стали обкладывать из тяжелых минометных орудий. Но это не помешало общению журналистов с командиром отдельного батальона «Сомали» Гиви. Еще раз. Если парни, бойцы захотят попасть именно в ваш батальон, что им для этого нужно сделать? Если они уверены в своих силах, если они отважные люди, могут даже сказать слово «безбашенные». Иначе будем рады их видеть. Гиви также прокомментировал слухи о потерях со стороны ополченцев в районе аэропорта. Здесь столько людей, как они перечисляют, 700, 1000, там, миллион. Не было здесь столько людей. Они дают сведения, каждый раз, я даже его наслышан, правда или нет, мне позвонили, сказали, по «1 плюс 1» украинскому каналу шла бегущая строка почти целый день, что Моторола погиб, я тяжело ранен. Мы сдали аэропорт, отошли. Вы же прекрасно видите, что здесь происходит. Я живой-здоров, слава богу. Моторола тоже, дай бог, ему 100 лет жизни. Ты можешь сказать, какие-то реальные цифры, действительно, сколько... Реальные цифры? Да, я могу вам сказать, 27 человек погибших у нас. Это честно, откровенно, я не скрываю. За какое время? За время? Ну, три с половиной недели. Ну, не так, как они пишут, что при первой атаке мы потеряли там, чертову тучу людей, это ложь. Это правда ложь. Это было в Айске было, вспомните. Они писали там, что у нас там защищает 500 человек, а у нас было всего 100 человек. Потом Моторола к нам присоединился. Так же и здесь. Понимаете, аэропорт для них теперь вообще стало дело принципа, когда здесь оказались я и Моторол. И ловая до сих пор не могут простить. Ну, я обещаю, это не последнее, что мы взяли. Сколько процентов, это 27 человек. От вашего подосновения. Ну, это будет тайна. И такой же, поймите, и так же имеет, поймите, если мы возьмем аэропорт, отгоним их от Донецка, сюда можно спокойно самолетами открыть воздух. Это транспорт, который будет летать. Транспорт, который будет передвигаться. В данный момент воздух закрыт на Донецк, Народная Республика. И могу сразу сказать, что когда будет аэропорт под нашим контролем, мы его восстановим, потому что он очень сильно поврежден. Тяжелые архиллерии украинских властей. И будут работать опять заново. Я думаю, средства нас хватит, чтобы это все восстановить. Я верю в нашу Республику, я верю в наше правительство. Верю в министра министерства обороны, а именно в Захарченко и Кононова, кто действительно толково и умело командует нами. Которые толково и дают четкие приказы. Они это вот маразм, который показывают и рассказывают. И хочу обойтись ко всем, кто поливает Захарченко и Кононова, что это ложь. Никого Захарченко и Кононова не трогают. А тем более славянские люди радуют. Я сам со славянского. У меня мой батальон 70% из славянских ребят. Это ложь. Не нужно таких великих людей обливать гвязью, которых действительно на самом деле нет. Они очень толковые командиры и толковые командующие. Я буду с ними до конца. Кто имеет подие, что это Захарченко и Кононова, будет иметь дело со мной. Я думаю, Матрово подвигает мои слова, что я с ним. Черненький дымочек. Опа, на. Значит, горит. После боя военные корреспонденты Министерства обороны Донецкой Народной Республики наблюдали, как увозят раненых ополченцев. И, к сожалению, одного двухсотого. Примерно в это же время была произведена ротация с нашей стороны. 13 октября армия Вооруженных сил Украины вновь сделала попытку зайти в аэропорт. Три танка и один БТР, двигающих вокруг журналистов, чтобы прятались в безопасное место. А сами равнодушно пьют чай под свист минометов. Когда ты вырастешь с холодной водой, и ты не хочешь это потерять? Ну, когда ты вырос с горячей водой, и ты не хочешь это потерять? На каком-то? Да в работе не пощады ехали. А? Следующие сутки по аэропорту и прилегающей территории в отместку били из РСЗО. Командиры Сомали и Спарта, Гиви и Моторола, по привычке уже не обращают на это внимания. Лишь изредка, кричат на бейз, заехали со стороны поселка Пески и нанесли минометный удар по позициям ополченцев. Бойцы среагировали молниеносно, ударив артиллерии по удирающейся аэропорта тяжелой техники украинских военных. Попытку прорыва удалось пресечь. Один танк уничтожен. О!